И вновь здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует зал Пермь. И мы начинаем с вами симпозиум, который посвящен актуальным вопросам нефрологии в практике терапевтов. Эти вопросы возникают очень часто, и на них мы не можем иногда дать ответы, хотя ситуация встречается нередко. И вот первое слово для доклада с огромным удовольствием я бы хотела предоставить доктору медицинских наук, профессору, профессору кафедры нефрологии и диализа, научно-исследовательского института нефрологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. И слово предоставляется для доклада Каюкову Ивану Глебовичу. Его доклад будет посвящен проблеме гипер- и гипокалиемии в практике терапевта. Пожалуйста, Иван Глебович, вам слово. Спасибо. Дорогие коллеги, дамы и господа, ну как вы знаете, мне сегодня выпала честь поговорить с вами о нарушениях гомеостаза калия в нашем с вами организме. Надо сказать, что калий – это чрезвычайно физиологически активный элемент, который выполняет в нашем организме множество функций. Ну, важнейший, пожалуй, из них можно назвать генерацию мембранного потенциала покоя, от чего зависят такие функции, как, в свою очередь, возбудимость, проводимость, сократимость, что особенно, естественно, важно для мышцы сердца. Калий – простой химический элемент, он поступает в наш организм только с пищей, дальше он всасывается в кишечники и опять же выводится. Причем выведение калия осуществляется в основном почками и выводится калия столько же, сколько мы его съели. То есть мы с вами существуем в состоянии баланса калия. Очень важным моментом является процесс компонентализации калия, то есть распределение калия между вне- и внутриклеточной средой. Здесь принимают участие целый ряд насосов мембранных и транспортеров. Процесс этот регулируется инсулином и бета-2-адреномиметиками. Но главное происходит в том, что калия в клетке много, во внеклеточной среде, соответственно, мало. С натрием все обстоит наоборот. И надо заметить, что на мембранах работает такое известное вам образование, как натрий калиевый обменник. Насос, который выводит из клетки 3-йона натрия, вводит 2-йона калия, создается в клетке дефицит положительных зарядов. И вот эта вот отрицательная величина, составляющая 65-90 милливольт, и называется мембранным потенциалом покоя. Надо заметить, что уровень калия в сыворотке крови зависит не только от его поступления или выведения, но и зависит, так сказать, от его распределения между вне- и внеклеточным пространством. Существует целая группа факторов, которые способствуют увеличению входа в калия в клетки. Например, уже упомянутые инсулины бета-2-адрен и стимуляторы. И факторы, которые, наоборот, уменьшают и даже способствуют выходу калия из клеток. Ну, в первом случае мы, естественно, можем получить гипокалиемию, во втором – гиперкалиемию. Основное выведение калия, как я только что говорил, осуществляется почками. При этом, так сказать, разные отделы нефрона принимают участие в экспрессии почтам транспорта калия. Донешающее значение имеют связующие каналицы, картикальные, собирательные трубки. Вот пятый пункт вот здесь. Здесь происходит рассекрессия калия в обмен на увеличение реабсорбции натрия. Процесс этот регулируется таким гормоном, как альдостерон. И все состояния, ассоциированные с гиперальдостеронизмом, они также ассоциированы с гипокалиемией. Напротив, состояния, ассоциированные с гипоальдостеронизмом, приводят к тому, что концентрация калия в сыворотке крови повышается. Ну, вот здесь представлено, в общем-то, не буду перечислять эту схему, займет слишком много времени. Ну, надо иметь в виду, что вот те моменты, о которых я говорил, здесь и представлю. Надо иметь в виду также, что изменение уровня калия во внеклеточной жидкости, то есть в сыворотке крови или в плазме крови, так сказать, существенно сказывается вообще-то на состоянии здоровья человека и связано, ассоциировано с уровнем летальности. На этих слайдах совершенно отчетливо видно, что как повышение, так и понижение уровня калия в сыворотке крови четко ассоциировано с нарастанием как общей, так и сердечно-сосудистой смертности. Подходя уже поближе к нарушениям гомеостаза калия в клинической практике, нужно отметить, что для выявления оценки состояния гомеостаза калия у конкретного индивидуума очень большое значение имеет электрокардиографическое исследование. И вот с помощью электрокардиографического исследования, на мой взгляд, мы косвенно можем оценить состояние мембранного потенциала покоя. Такие вот изменения выявляются на АКГ и обычно характерны как для гипер- так и гипокалиемии. Ну гипокалиемия чаще всего считается клинически значимой, когда уровень калия превышает 5,6 ммл. И характерным начальным признаком электрокардиографических гигов калиемии являются высокие острые зубциты. Дальше для гипер-калиемии характерно нарушение прежде всего актеровентрикулярной проводимости и развитие различных видов брать или тахиоритмии. При высоком уровне калия в сыворотке крови наблюдается также выраженная деформация комплекса QRS, что мы сейчас с вами увидим. И тут уже очень трудно интерпретировать вот эти вот изменения и говорить, чем они вызованы. Гипокалиемия. Ну студенческим признаком гипокалиемии является появление патологического зубца У. Это тот зубец У, который больше зубца Т на 1 мм или более в том же самом отведении. Кроме того, здесь тоже могут быть различные изменения, в том числе и нарушения, как ни странно, АВ-проводимости. Об этом мало кто знает. Но все же наиболее характерны различные нарушения ритма в виде экстрасистолей, топических АВ-ритмов, суправентрикулярной тахикардии. Ну и закончится все, может, к сожалению, фибиляция желудочков. Ну вот здесь на этих картинках показаны изменения электрокардиограммы в зависимости от уровня калия в сыворотке крови. Ну вот здесь видно формирование. К сожалению, не работает система показа. Я не могу показать, где здесь какие зубцы. Ну, я думаю, все достаточно видно. Обратите внимание на второй картинке. Видно сверху, слева, если считать, появление формирования патологического зубца У. А ниже это гиперкалиемия. Вот остроконечные равнобедренные зубцы Т, что является характерным проявлением, как я уже говорил, гиперкалиемии. Ну, какой-то общепринятой классификации гиперкалиемии не существует. Но часто выделяют так называемые псевдогиперкалиемии. Гиперкалиемии, связанные с избыточным поступлением калия, уменьшением почечной экстрелекции калия, перераспределением калия и различные варианты комбинированных гиперкалиемий. Ну, здесь уже перечислены некоторые конкретные причины гиперкалиемии. Но прежде всего нужно упомянуть хроническую болезнь почек, острое повреждение почек. Очень важно для практического врача-терапевта иметь в виду, что многие привычные нам препараты, те же ингибиторы, АПФ-блокаторы, рецепторы формиотензина, то есть сортаны, ну, антагонисты минералокортикоидов, тот же верошпирон и нестероидные противопоспалительные средства могут приводить и довольно часто приводят к развитию гиперкалиемии. Важным моментом являются повреждения клеток разной природы в виде рапдомиолиза, гемолиза и даже, например, обширный инфаркт миокарда тоже может вызвать у пациента довольно иногда выраженную гиперкалиемию. Опять же принимаются попытки классифицировать гиперкалиемию по тяжести, насколько они удачны, сказать сложно. Классификации предложено достаточно много, но мне кажется, наиболее оптимальная вот здесь вот та, которая представлена, обведенная красной рамочкой. То есть калий до 5,9 – это небольшая, 6,6,4 – умеренная и тяжелая или выраженная гиперкалиемия, когда концентрация калия в северке крови превышает 6,5 мм на литр. Значит, клинические проявления гиперкалиемии включают в себя слабость, утомляемость, мышечную слабость с парестезиями, симптом ватных ног, так называемый, может наблюдаться. Мышечные сирпазмы, тошнота, рвота, диарея. Могут наблюдаться мышечные боли. Боли в мышцах живота иногда могут имитировать даже острый живот, признаки перитонизма. В невысоком уровне калия в сыворотке крови возможно падение артериального давления и дальше происходит установка сердца в диасторе. Лечение гиперкалиемии. Ну, если есть клинические проявления гиперкалиемии, или вот обратите внимание, признаки гиперкалиемии на ЭКГ, почему важно знать эти признаки, лечение должно быть ургентным. Оно заключается прежде всего в введении 10% раствора гликоната кальция, обычно 10 мл струйно вводится первый раз, а дальше можно либо в виде инфузии, можно либо подкалывать по 10 мл до 30, иногда даже больше в зависимости от клиники и дальше данных ЭКГ. Применяются также гета-2-адреностимуляторы, ингаляционно с помощью небулайзеров. Также возможно введение глюкозы с инсулином. Если есть ацидоз, назначается бикарбонат натрия. Возможно применение диуретиков. Рекомендуют назначение гидрохлортиазида, но мы, нефрологи, его не любим, потому что у наших больных он неэффективен, поскольку он вообще неэффективен при снижении функции почек, поэтому приходится прибегать к назначению форосемида или его инъекционной формы лазикса, что в общем дозу указать здесь невозможно, все зависит от конкретного пациента. Далее, возможно, принудительная диурея. И в практику также последние годы вошли так называемые ионобменные смолы и сорбенты, которые могут поглощать калий в кишечнике. Но если глюканата кальция нет, такое бывает, можно вместо глюканата использовать хлорид. Обычно доза хлорида несколько меньше, чем доза декарбоната. Обычно проводится комплекс такого консервативного лечения, и если через 4 часа мы не видим эффекта, то обычно повторяют такую же схему или рассматривают начало гемодиализа. Ну и в принципе считается, что если в течение суток сохраняются признаки гиперкалиемии при электрокардиографическом исследовании, то необходимо рассмотреть уже начало гемодиализа. Ионобменные смолы. Ну наиболее ионобменная смола – это полистирол или полистирен, сульфанат натрия, коммерческое название, каексилат. Он связывает в кишечнике 1 мм калия, выделяя в обмен 1,5 мм натрия, что иногда может усилить задержку жидкости или спровоцировать развитие артериальной гипертензии. Как альтернатива полистирол или полистирен, сульфанату натрия, используется препарат, который называется калиемей или полистирен или полистирол, сульфанат кальция, который поглощает калий в кишечнике, но выделяет кальций. Видно, что этот препарат достаточно эффективный. Современные препараты, которые сейчас входят в практику, но в России пока не зарегистрированы, это патиромер, коммерческое название, Вилтаса. Надо иметь в виду, что он не очень быстро действует, только этот препарат. И другой цикл, силикат, салфония, натрия, коммерческое название, Лакелма. Этот препарат действует побыстрее, но пока, к сожалению, его тоже в нашей стране официально нет. Гипокалиемии. Гипокалиемии тоже выделяют псевдогипокалиемии, связанные с недостаточным поступлением калия, потерями калия из организма, перераспределением калия и комбинированной гипокалиемией. Пытаются классифицировать гипокалиемии по тяжести. Считают, что легкие варианты 3 от 3 до 3 к 4, умеренная 2,5 до 9, ну и тяжелые варианты, когда концентрация калия в сироте крови снижается меньше 2,5 ммл, или имеет место наличие симптомов гипокалиемии. Ну вот, коллеги, опять-таки, перечислять нет никакой возможности все возможные варианты гипокалиемии. Я бы обратил внимание, что в практике все-таки врача-терапевта очень часто встречаются гипокалиемии, связанные с пьемом лекарств, прежде всего диуретиков. Второй вариант, так сказать, это применение слабительных препаратов, которые часто применяются отнюдь не по своему прямому назначению, а для того, чтобы вызвать потерю веса. Вот эти вот моменты надо учитывать, так сказать, в своей практике и обращать внимание на таких больных. Клиника гипокалиемии заключается в сердечно-сосудистых проявлений в виде ослабления первого тона, тахикардии, иногда появление ритма голопа, снижение артериального давления и атостатической гипотонии, возможно, не коронорогенные некрозы миоканты и наблюдается снижение толерантности с сердечным гликозидом. Гипокалиемия при этом рассматривается как фактор риска внезапной смерти. Метаболические последствия тоже достаточно влеки. Я бы обратил внимание на развитие метаболического гипохлоремического онкалоза. Это с гипокалиемией близнецы-братья, которые, как правило, идут параллельно. Почтые проявления гипокалиемии – это развитие нефрогенного несахарного диабета, хронической гиолепимической нефропатии и развитие острого повреждения почек. Нейромышечные проявления – это усталость, парастезия, появление, так же, как и при гипокалиемии, симптома ватных ног, развитие параличей, некрозов скелетных мышц, ну и проявление со стороны желудочно-кишечного тракта, запоры, непроходимость кишечника и, возможно, усугубление печёночной цепалопатии. Значит, лечение гипокалиемии. Ну, вернуть необходимо калий из клетки во внеклеточную сниру, как написано во многих руководствах, к сожалению, не объяснено, как это сделать. И второе – возместить дефицит калия. Вот обычно этим-то и приходится заниматься в клинической практике. В целом, заместительная терапия с солями калия показывает, что при концентрации калия в сыворотке крови менее 3 мм на литр. Но вот абсолютными показаниями, подчёркиваю, паралитеральному введению солей калия – это порезы, параличи, алитмии и признаки гипокалиемии на ЭКГ. Опять, коллеги, обращаю внимание, почему важно знать электрокардиографические признаки дискалиемии. И надо иметь в виду, когда мы вводим соли калия, то вообще-то для лечения гипокалиемии используется только хлорид калия. Никакие другие, по сути дела, препараты не являются средством лечения гипокалиемии. Ну, паралитеральное введение. Обычно скорость введения 10 мм в час, максимально 20 мм в час. Если концентрация калия в инфазионном растворе менее 40 мм в периферическом вене, больше считается целесообразным введением в центральную вену. Если высокая скорость введения, то необходим мониторинг. И контроль уровня калия каждые 2-3 часа. Значит, ну вот здесь, коллеги, здесь все указано в милимолях, но мы же пользуемся с вами процентными растворами. Поэтому, так сказать, надо иметь в виду, что 10% раствор хлорида калия, то 10 мл от 1 г калий-хлор, около 13,2-13,5 мм калия. 4-процентный раствор, который, хлорида калия, который используется в последнее время, так сказать, 20 или 5 мл 4-процентного раствора, это те же самые, 13,2 мм. Значит, легкая и умеренная степень гипокалиемии, они, в общем-то, как правило, лечатся за счет парентерального, простите, интерального введения калия. То есть пероз и парентеральный используется только тогда, когда нет возможности давать калий-пероз. Если же все же приходится вводить калий, то при лечении легкой и умеренной гипокалиемии обычно вводится 400 мл 0,9% раствора хлорида натрия и 25 мл 4% раствора хлорида калия. Вводится это в течение часа примерно. При необходимости можно осуществлять повторные введения. Вообще в сутки в условиях обычного терапевтического стационара не рекомендуют вводить больше 40 мл калия, то есть не больше 30 мл 10% раствора. Если есть необходимость введения больших доз, то нужно делать в отделении ренемации. При тяжелой гипокалиемии обычно вводят 15 мл 10% раствора хлорида, хлорида калия, ну или 35-40 мл 4%, но опять же, так сказать, обратите внимание, коллеги, на 0,9% растворе хлорида натрия. В случае необходимости добавляют, так сказать, соли магния, о чем я потом скажу несколько слов. Значит, коллеги, вот это вот очень важный момент, что калий вводится при лечении гипокалиемии на изотоническом растворе хлорида натрия, но не на глюкозе, коллеги. Допустимо смешивать 50 на 50 раствор хлорида натрия, то есть физраствор, и 5% раствор глюкозы. Можно поступать по-другому. Сначала вводить первые 1-2 инфузии именно на физрастворе, а потом уже переходить, если вам так больше хочется, на введение калия, если это необходимо, на 5% растворе глюкозы. Отдельный вопрос – это использование солей магния в лечении тяжелой гипокалиемии. Единой точки зрения здесь нет. Ну, рекомендуется так. Если есть возможность определить концентрацию магния в сыворотке крови, и если окажется низкий уровень магния, цифры здесь показаны, то сначала передведение солей калия ввести 8 мл 25% на кислой магнезии, что будет соответствовать в 8 мл, а дальше переходить на инфузию калия. Некоторые авторы придерживаются точки зрения. Если тяжелая гипокалиемия, то все равно лучше сначала ввести магний по той же схеме, потом вводить калий. Другие, ну и я в том числе, все-таки предполагают, что начинать лечение надо с введения солей калия, и только если введение солей калия окажется неэффективным, то переходить на дополнительно введение магния вот в той же дозе, о которых я говорю. Но в принципе я и не возражаю и тем докторам, которые предпочитают вначале ввести перед лечением гипокалиемии сирнокислую магнезию. Можно поступать в принципе и так, и так. Ну и часто приходится сталкиваться с необходимостью длительного лечения гипокалиемии. Опять же используется хлорид калия либо в виде раствора, либо сейчас есть таблетки, которые обычно содержат 1 г хлорида калия. Ну доза, она вариабельно выбирается в клинической ситуации, и составляет от 2 до 6 таблеток в сутки. Ну вот, коллеги, кажется, я уложился ровно в 20 минут, так сказать, которые не были отпущены. Поэтому благодарю вас за внимание. Если будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо. Глеб Глебович, за вас ваш абсолютно клинический доклад и так необходим нашим клиницистам, когда мы ведем борьбу с гипокалиемией, например, у пациентов ХСН и избыточной диуретической терапией петлевыми диуретиками. И, безусловно, уважаемые коллеги, для нас стоит колоссальная проблема, когда мы лечим хроническую сердечную недостаточность у пациентов с хронической болезнью почек. И когда перед нами пациент с гиперкалиемией, и мы не можем назначить ни блокаторы РАС, ни класс ОРНИ в этой ситуации как основной класс для лечения ХСН. И то, что озвучил Иван Глебович, конечно, это бесценно для клиницистов с сегодняшними подходами по тактике ведения пациентов с гипокалиемией, гиперкалиемией. И, Иван Глебович, огромное спасибо от клиницистов. И, безусловно, все ваши рекомендации, они очень ценны.